Дай почитать. Таинственные портреты Брайани Грей номинированы сразу на две престижные канадские премии. Два слова в названии «Портрет» и «Грей» вызывают ассоциацию с произведением Оскара Уальда «Портрет Дриана Грея». И это верный путь, потому что главная героиня Брайани – дочь неразумного Дриана Грея и вынуждена бороться с проклятием, так беспечно обрушившим на свою семью отцом. Именно это стремление равняться на гениальных предшественников портит впечатление об этом романе «Латимер», который сам по себе обладает довольно неожиданным и увлекательным сюжетом, небанальными яркими персонажами, бойким и ровным слогом. Автор умеет прекрасно закрутить интригу, увлечь читателя, начало по-настоящему интригующее. Брайани Грей, тринадцатилетняя вундеркинд-художница, живет на чердаке в заперте у своих дяди и тети. Они держат ее под замком уже шесть лет и заставляют рисовать портреты на продажу. Брайани только один раз была на улице. В такой верится с трудом, как и во многое другое, лишенное здравого смысла и логики. Родственники упорно распространяют слухи о неуравновешенном характере Брайани, о ее причудах. А тут еще в городе стали происходить странные вещи. Заказчики Брайани вдруг начинают исчезать при загадочных обстоятельствах. Портреты оживают. А зеркала и все отражающие поверхности вообще лучше немедленно закрыть или занавесить. Смелая Брайани вступает в схватку с неведомыми, мощными и недобрыми силами. Это невероятное путешествие по Лондону трех друзей Брайани, брата и сестры Томпсона и Миры, предпринятое ради поиска таинственного покровителя Брайани, разгадывание ужасной семейной тайны и бесстрашной и успешной попытки спасти людей от жуткой гибели. Викторианская Англия, дружба, талант, тайна, проклятие, опасность, приключения, бесстрашие. Победа добра над злом. Вот что привлечет читателя к книге «Латимер. Таинственные портреты» Брайани Грей. Для истинных поклонников Нила Геймана и Стивена Кинга. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!